Евангелие от Марка, первая глава Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни пришел Иисус из Назарета Галерейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды тот час, увидел Иоанн, разверзающийся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него. И голос был с небес, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тот час, оставившись сети свои, последовали за ним. И, отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тот час призвал их, и они, оставивши отца своего Заведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему? И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И не нашедшие его говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу, очистись. После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди, пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. А он вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Продолжение следует...